если я вдруг пойму что меня не хочет ни одна женщина земле наверное я впаду депрессию начинает ко мне приставать может и реальный не переживайте можем и не трахаться всего лишь отговорки чтобы не брать меня в жены ты выпотрошила кошку а я там всех облакала меня однажды подарили в подарок с матрасом было вот между подушек диванных было на изловчился извращение это творческий взгляд на секс я у всем привет меня зовут полина трубинкова вы на моем канале и это шоу не бабские истории шоу где мы не боимся быть самими собой где мы не боимся рассказывать истории о которых возможно не принято рассказывать и самое главное очень круто что вы тоже не боитесь рассказывать свои истории в комментариях что вы поддерживаете нас потому что ваша поддержка это самое главное и сегодня у меня потрясающий гость я так говорю про всех своих гостей потому что это действительно правда участник сметана т.в. гость мне кажется всех youtube шоу чувак с нереально крутым чувством юмора и охренительным уровнем харизмы вася шаколин здравствуйте василий здравствуйте сразу нормально хорошо тебе понравилось ну да я ради это прихожу мне так приятно а то я сижу думаю думаю кто я а тут оказывается вас перед тем как мы перейдем к историям расскажи что у тебя на личном фронте чё с личкой ну я в отношении почему не хочется добавлять когда неловкие вопросы у тебя есть такой вот я просто бы добавляешь букву лишние это неловкий вопрос ну почему-то да ну для знаете как мы познакомились с васей все я его первый раз видела мы играли в какую-то полу эротическую правда или действия и когда ты не хочешь говорить правду тебе нужно было не выполнять действия которые загадали а тебе нужно снимать было одежду в результате мы сидим уже все кто в лифчике в трусах то есть уже вечеринка просто достигла максимального пика вася засыпает на диване потом просыпается встает и говорит я не понял мощью да нет и он садится засыпает опять очень похожая история кстати прямо ты в тему сказал случилось на днях буквально у нас была просто тусовка и к нам ехала наша подруга и она говорит я приеду ну только встретите при помогите принести пиво с пакетами я спускаюсь она открывает дверь выходит и у него такие глаза я такой ну ладно не знаю я иду там забирать это пиво и со мной заговаривает таксист а чего у вас вечериночка я говорю ну типа да он это к вам можно я говорю кто вы почему вообще у меня если что и вкусняшки есть я собираю пиво мне просто вот так хопа и я чувствую в руке пакет ну так чего к вам можно я сейчас за своей по девушкой заеду и к вам приеду я говорю ну вы я вас не знаю я растерялся он говорит да не ничьи не переживайте можем и не трахаться и он добавляет а можем и трахаться прикинь ну естественно мы мы не не позвали в гости но вот девушка который к нам я ехал с ним она но она просто была в шоке потому что во первых его зовут как поэта золотого века прям от и до она фамилия и отчество если ты играешь что эти когда и не знаю что отвечать отвечаешь эту фамилию он полный теск мы видим он поменял или что и он пишет стихи и мы зашли на сайт стихи ру реально он пишет стихи и причем неплохие вот можно хотел прийти к вам на поэтический вечер рассказать стихи им потом вас правда всех трахнуть ну короче вот такой чувак нет вообще как-то очень даже стремно а это прям через официальный сервис она вызывала такси нет и в магазине чувак предложил по поехать я нам чудо писал еще одна история которая учит тому что нужно пользоваться агрегаторами такси они ловить вот абсолютно точно потому что ни разу сколько я ловил с руки в машину ни разу это ничем хорошим не заканчивалась последний раз это было там много лет назад это когда меня отравили квафелином рассказывает в баре большом городе короче у меня подсыпали квафелин и украли у меня настольные игры и очнулся я просто пристану прям реально асфальте без куртки без телефона без денег без ними без ничего замечательная история про таксиста очень интересная история что с личной жизнью то у меня есть девушка и скоро еще будет собака порода норфолк терьер он уже растет в питере типа мамы вот и скоро он будет мой я буду кормить вас есть какая мимишная история за собачку я думаю теперь твоя очередь или нет хорошо давай я стал говорить про животных я вспомнил тоже одну историю она не не прям какая-то супер трагичная как у меня обычно все истории про моих бывших мужчин еще одна история про животное один мой был она максимально прям вот фриковая в общем это были школьные годы мы тусили в компании конечно же более взрослых ребят и значит там был парень который мне очень стал симпатичен я поделилась этим со своей подругой из этой же компании подруга лишь была молодец и тут же всем об этом растрещала и в какой-то из дней подходит ко мне он типа а пойдем поговорим все поешь поджилочки трясутся все там сейчас мне предложат встречаться вот это вот вся такая детская фигня ты знаешь он меня отводит мы с ним болтаем болтаем я возвращаюсь и чё ты все очень хихикают я не могу понять что и а его дружбаны вместе с ним ко мне приносит играет полив ты забыла я не знаю почему я смеюсь ты нервный полин ты забыла свою сумку и они мою сумку засунули дохлую кошку ты просто прикил это абсолютно фриковая история это были же всем двухтысячный там оговорю посадить вот так идти в клуб с ней это моя люська она разлагается это была единственная сумка и очень важная я выпотрошила кошку выпотрошила кошку сумку я короче выкинул эту кошку и сумку отнесла сумку и постиралась но это было просто ужасно учиться мальчик который мне нравился просто отвлек меня чтобы они засунули туда дохлую кошку знаешь поступки говорят больше чем это настоящий мужчина сделал ой дай бог здоровья всем кошкам я рассказывал одну историю у себя в шоу я встречался с девушкой мы встречались года полтора а не хотел я встречаться с ней через пол но не мог на него красота мы не до конца обсудили она мне кажется очень важна эта история объюзивные отношения как ты к ним относишься самое ужасное отношение от которых просто нужно бежать а есть мнение что если тебе кажется что твои отношения не объюзивные то обьюзер ты потому что у меня была девушка у нас не были жутко объюзивные отношения но с ее стороны ко мне мы однажды поругались у нее дома в комнате и это продолжается уже третий час я хочу уйти но я не могу уйти потому что она стоит перед дверью не пускает меня выйти из комнаты и знаешь что происходит в этот момент я теряю сознание смысле просто мой организм ему не нравилось находиться здесь но он не может никуда деться и он и он просто выходит из на девушек которого мозг выносит мозга полностью а когда ты очнулся когда очнулся всему я уже позвони позвони позволено было уйти нет объязивные отношения этой полный отстой и их нужно конечно уметь распознавать чтобы вовремя покинуть чат видишь даже распознавая это не обязательно было во время потянущих то есть нужно какую-то волю иметь чтобы выйти там за что страшно вот я не понимаю ну вроде я же взрослый парень ну типа берешь и просто и расстаешься но не получал наверное уже знаешь на таком кунта подсознательном уровне что ли даже реально похоже на какую-то знаешь типа для черной магии что тебя не пускает но это прям жутко реально а теперь рубрика история от подписчика кстати ребят спасибо что присылаете вашу историю это очень круто продолжайте их присылать также обязательно пишите свои истории в комментарии я стараюсь максимально много отвечать и очень круто что вы еще и поддерживаете друг друга лавки посмотри может ли парень на протяжении двух лет заниматься сексом с девушкой без отношений и при этом не испытывать симпатии если может спать с тем кто их внешне не привлекает то почему ну может конечно какая девушка может тоже так делать у тебя были такие девушки и у тебя абсолютно не возникало симпатии у меня были такие наверное которые можно судить отношения они были с замужней девушкой они длились типа два года и это были замечательные отношения потому что были симпатичны друг другу мы занимались любовью и все было круто и вы встречались только ради секса да это были идеальные отношения потому что она прикольная но мне не хотелось отношений например в этот момент например с любой другой девушкой будешь два года периодически встречаться то какой-то момент возникнет вопрос ну так чего может мы там встречаемся отношению как правило так происходит с ней нет потому что у нее и замечательные отношения отрезающие такие замечательные что она выходит на лео то есть и и полностью устраивает ее молодой человек ну и кроме этого момента я понимаю что это плохо я так больше не делаю и не ну и не планирует не очень здорово может зимой прошлом выпуске обсуждали этот момент мне очень интересно услышать еще другое мнение мужское то есть внутри девочка пишет что она семь лет встречается с молодым человеком мы живем в одной квартире бок о бок считает он что жениться нет смысла так ли это или это всего лишь отговорки чтобы не брать меня в жены чисто мое субъективное мнение если мы берем вообще смысл брака то единственное его смысл который существует на данный момент это какая-то материальная защищенность и юридический момент если мы уберем вот этот момент и оставим чисто эмоциональную составляю можно почему вот объяснили ситуацию до в которой девочка то есть на 7 лет с ним встречается она явно хочет замуж он говорит что брак не имеет смысла я вот не понимаю если для него это не имеет смысла но для нее это так важно почему бы если для тебя потому что я потому что мы бы не уступили меняется то что ты теперь если что отдаешь половину имущества например вот что меняется а так ничего не меняется а то есть получается он на ней не женится кто что боится за свою материальную так это очень глупо с мужской с женской точки зрения считать что что-то вообще навсегда если навсегда здорово если у вас и так все хорошо так пусть так и будет да ну хоть до конца там ваших дней так супер это получается то что если ты переживаешь свою материальную составляющую то значит ты в принципе не настолько уверен со второй половинки и возможно может быть ты найдешь кого-то получше так зачем подвергать себя такой угрозе что ты останешься там например с половиной дома а статистика разводов тебя вообще никак не смущен причинственного люди когда любят друг друга они не думают о том что они когда-то там разведутся есть статистика по разводам есть статистика и а есть статистика автомобильных аварий давай-то не ездить за рулем нет ездить за рулем и и авиакатастроф это другое дело потому что автомобили и самолет они делают твою жизнь проще утраж оказаться не все же измеряется практическим смысл тогда как же любовь когда тебе делать предложение это самый незабываемый момент жизнь она же не состоит только из практичных вещей иначе какой смысл в ней я не понимаю вот если для твоей девочки например будет это важно ты не сделаешь предложение если она мне убедит опять же недостаточно убеждение того что это сделает его человека еще более счастливым но для него это важно пусть это реально как она не объяснит зачем но я все-таки сторонник правда логичных решений каких-то если конечно это не мимолетные какие-то такие штуки которые не влекут за собой последствий тогда ладно но тут есть последствия это серьезное вообще решение и но я не сторонник брака и покажет наверное я бы не сделал предложение потому что нету ни одного аргумента кроме я так хочу в пользу хорошо хочется объясню что чувствует девочка когда я делают предложение она понимает что она одна единственная что вода уже не так да не важно что будет потом я тебе еще раз говорю жизнь она существует в моменте я может быть не прав может быть даже наверное не прав вот в комментариях напишите зачем жениться я знаю что считаю по этому поводу что просто нужно тогда находить людей которые мышатся в этом да согласен если это важно ты максимально не хочешь этого значит наверное вам нужно искать других людей как и в любых других вопросов если кто-то в этой ситуации не готов пойти на уступки то наверное нужно просто расходиться ну наверное мне просто не я не люблю наверное к этому мы подобрались и не люблю принципе традиции и традиционные какие-то ценности тем более с меняющимися временем с меняющимися обстоятельствами контекстом они все несут просто деструктивный характер я не люблю традиции как таковые а это какой-то ритуал понимаешь я не шаман не какой-то член племени я не древний русич я не хочу совершать ритуалы а свадьбы тритул да каждый останется при своем мнении пожалуйста напишите ваше мнение в комментариях как вы считаете забрать на давай хорошо ну хоть выпьешь забрать а похороны какой нет все у меня здесь не бабские истории они супер грустные истории оздороваться за руки вот это что вообще за бред ты типа в компании пришел парень и все должны поздороваться с ним за руки наконец-то пандемии научила нас тому что это хотя бы не гигиенично но блин почему в двадцать первом веке должен показывать своему знакомому что я пришел к без оружия давай веселая история мне нет вопроса это просто веселая история в общем дело было так мой первый парень все такое дошло дело до интима и в общем он долго не мог попасть и по итогу просто трахал матрас и судя по его лицу матрас был очень хорош спустя минуты три спросила скоро ли он он такой еще чуть-чуть кто здесь еще чуть-чуть и все сказал что я хорошо старалась не может ли быть такой что привыкнул девушка если это твоя первая девушка не знаешь как это и скорее всего я надеюсь это было и первый матрас я думаю возможно хорошо что без пружин и вообще как трахать как трахнуть матрас я так понимать вот состыковка двух матрасов это образовалась щель и так делаю вид как будто не пробовал пробовал конечно серьезно матрас нам всем было 13 пацаны и нет нет и как было точно вот честно бы с матрасом вот между подушек диванных было потому что ну у них ну что ну да а как зародилась идея потому что понимаешь что ты уже трогал себя руками такое это прикольно но это очевидно не секс в этом возрасте ты думаешь что такое секс это когда ты дрочишь без рук чем-либо может и не первым но это матрас я точно помню ну не матрас вода между диванных подушек мы кончили одновременно это самое главное был нежен конечно ничего не привело это просто была попытка какая-то она не дала а не стерлась ничего с видео я говорю это была попытка конечно это не было ночь страсти с диваном а вот это вот шутка вечная шутка про мужчину и пылесос нет вот это не пробовал потому что мне кажется это прям страшно реально это же старых там маленький диаметр во вторых я знаешь избирательные если это не мы с молодым человеком занимались сексом всегда пользуемся презервативами как методом концепт как метод концепции кстати каждый раз мне пишут комментариях что нужно упомянуть про то что ребята используйте средства предохранения если вы ведете какой-то разгульный например образ жизни любите позаниматься сексом то всегда предохраняйтесь плюс и конечно же для защиты от нежелательной беременности тоже очень важно молодой человек предложил попробовать что-нибудь новое я согласилась будучи в защите мы приступили к эксперименту но когда он закончил 2 химика просто будучи в защите мы приступили к экспериментов 1630 но когда он закончил ему оба без сил завалились на кровать мы обнаружили пропажу собственно этого защитного средства я сначала даже не поняла где он может быть а потом до меня дошло что он остался во мне одним ловким движением я достаю его из понятно какого места и говорю своему парню о нашла а тогда я постаралась перевести случившееся в шутку да и он особо никак не отреагировал но спустя некоторое время мы расстались причина якобы была не в этом но инициатором был он очень долго загонялась и комплексовала винила себя стоит ли в каких-то таких казусных неловких моментах включать чувство юмора и как вообще реагирует на такие моменты секс был понимаешь ну что-то новенькое то есть это был анальный секс она вытащила кролика из шляпы она отшутилась но парень видимо как-то вот для него это стало травмирующим событием мне просто кажется когда происходит что-то такое немножко нелепое во время секса что отшутиться это прям самый лучший вариант и вообще забыть об этом не обращать на это внимание не над ним шутка а девочка то загонялась несколько месяцев что наверное нужно было несколько месяцев нашего тоже просто уже в кафе сидит серьезно правда ей не стоит загоняться значит мне кажется что то у парня какие-то комплексы что он на какие-то такие ситуации не может адекватно среагировать знаешь что я думаю я считаю что действительно неловкий момент секси здорово перевести в шутку если мне все такое за юмор в отношениях кстати смотрите мы братья по носочкам муж ходил на мальчишник к лучшим друзьям они ему собственно тоже устраивали мальчишник на его мальчишнике было стриптизерша которая неоднократно клала его руки себе на грудь он мне не рассказывал этого пять лет мне в голову не могло прийти что мой муж будет спокойно сидеть с чужой голой женщиной на коленях и трогать ее мир перевернулся вскрылось это когда мы смотрели сериал и там была сцена с откровенным мальчишником я спросила был ли у него так а он видимо такой типа пять лет молчала тут решил раскрыться в принципе добыл ты знаешь он сидел на коленях и неоднократно трогал за грудь то есть он походу прямо с подробностями рассказал кончилось это моей депрессией затем он рассказал мне о двух других мальчишниках где они зависали по три часа в окружении голых женщин с приватами прочим стрип клубе мужик просто решил забанай за этой истории не расстраивался три других рассказать причем я просила не посещать данное заведение его перед одним из мероприятий но на мое мнение среагировал аля что я снаружи постоять должен февраль месяц нижневартовск я на антидепрессантах мы занимаемся с семейным психологом и я для себя понимаю что не пошла бы в такое место не обсудив с мужем он был уверен что это как порно посмотреть ну ничего такого я должна была проявить свою тему а я не знал что нельзя я не понимаю зачем организовывать такие рискованные развлечения не обсудив женой или невесты которые могут повлиять на брак и отношения ваше мнение про стрепушники хотим мы послушать ну я очень хорошо отношусь к девушкам дружу с некоторыми из них мне это прямо замечательные девчонки в принципе я об этом не вижу ничего плохого в мальчишнике так устроен хотите традиционную свадьбу получайте традиционный мальчиш нет право он такой всегда да это не значит что жених там из из меня менять тебе или что-то но стриптизер шоу за сиськи он потрогать типа это прикол как и на девичниках стриптизеры этими ужасные стриптиз мужской я вообще не понимаю я просто не уверена что к этому общество это относиться как-то серьезно ребята пошли развлечься на мальчишнике должен ли он ей было об этом сказать учитывая что она так к этому относятся по-хорошему да мне тоже так кажется что если вы все-таки но в отношениях долгих или то например в браке все равно нужно своей второй половинке сказать что слушай мы пойдем стриптиз клуб я не могу отказать ребятам потому что это мои друзья ты пожалуйста не переживай игры да голые женщины говорят но даже не доверяешь я тебя люблю либо тогда не идти ты сказала что типа если вот тебе очень хочется брака а тебе не за что и хочется то значит наверное вам и не по пути на друзья но вот ты бы как поступил в такой ситуации если вот твоя женщина тебе говорит что я неприятно друзья зовут прям вот стрипушник пойдем мальчишник оторвемся сто процентов я бы не пошел если наград не неприятно но наверное она просто бы и в других случаях как-то меня ограничивала в том что чего бы не было хотелось и в какой-то момент это просто бы закончилось мне кажется людям в принципе необходим какой-то флирт в принципе по жизни ну то есть ты не можешь к человекам но спустя там не знаю три года не иметь этого этой потребности потому что но вы вместе вы не дадите друг друга и тебе нужно сжигать все время ваши отношения к разжигают все люди разным способом приемлемым для их пары и мне кажется неплохо если ты же своему молодому человеку спустя три года отношений когда он просит тебя пойти в стрип-клуб мне кажется здорово отпустить потому что ну надо понимать что человеку нужно как мужчине так и женщине нужно чувствовать свою востребованность в противоположного пола если я вдруг пойму что меня не хочет ни одна женщина земле наверное я впаду депрессию очень быстро сгину но в отношениях тяжело это вот в полной мере поддерживать и поэтому девушка любит нам отец и накраситься пойти с подружками в клуб чтобы конечно не ловить на себе взгляд к ней подходить к ней подходили и она всем говорила извините я замужем да конечно это всегда приятно да это приятно и это дает тебе вот это чувство все хорошо меня хотят партнеры типа я функционирую я ну типа все окей мужчинам в этом плане немножко сложнее даже к вам не подходит нам не подходит то есть получается чтобы мужчине получить то же самое ощущение я востребован у противоположного пола ему нужно сделать самому шаг стрип-клуб как раз это и есть но вот тот момент что он может пойти на мальчишнике в стрип-клуб сесть к нему подбегут эти полуговые девицы и он подумает хотя как понятно что они подбегают за забавки но ему будет в этот момент понятно что блин я типа ок у него настроение либидо не знаю все вы на свете поднимется ему будет хорошо и он при этом ничего не изменил тебе в результате итог нормально ли хадис трепушник будущего отношения ну наверное это нужно обсудить внутри своей собственной семьи своих отношений а я знаешь куда где в трепушник ходила в gta 5 я нельзя трогать в привате можно там привате может держать ой там всех облакала в этом всех трахнула вот такая вот виртуальная извращенка и скажи мне пожалуйста слышала в передаче да что у тебя было около 200 девушек сколько у тебя партнеров было ну типа за 100 вот так но до 200 как девушка твоя к этому относится это просто интересно потому что ну как бы не каждого человека скажем так встретишь с которого такого большое количество партнеров было но это не значит что это плохо я вообще к прошлому отношусь очень толерантно просто мне интересно как так получалось ну потому что мне нравится заниматься сексом и я считаю что это форма общения такая же как у нас с тобой сейчас происходит встреча с приятелем встречи выпускников и секс это такая же форма общения который приносит еще и удовольствие это были не отношения правильно то есть это было чисто вы встречаете с девочкой которая настроена на приятный вечер и ты точно так же настроена приятный вечер ну да наверное тогда если вы встретились и вы нравитесь друг другу у вас нет никаких обязательств там перед другими людьми все располагает и вы хотите друг друга почему вы не можете заняться сексом я считаю что конечно каждый человек имеет право заниматься сексом столько раз сколько у хочет и с тем количеством партнеров сколько он хочет единственно конечно если женской точкой зрения сейчас рассуждать почему типа три свидания утрированно три свидания что конечно если вы скорее всего переспите на первом свидании возможно что мужчине нужен был только секс он удовлетворил свое желание получить физическое удовольствие и как бы пошел дальше а если тебе этот мужчина нравится у вас якобы затравка на отношения то конечно стоит немножечко повремени и когда ты например идешь на свидание познакомиться с человеком но ты понимаешь что ты хочешь отношений ты хочешь их найти то наверное да я бы повременила не сильно долго просто есть девушки которые постоянно находятся в поиске отношений много лет это мне кажется не совсем нормальная вообще цель отношения отношения они должны возрождаться у людей которые встретились может быть даже случайно и они понимают что им хорошо друг с другом смотри чтобы тебе найти отношения ты должен быть самой интересной комплексной личностью тебе должно быть хорошо наедине с собой более того обычно ты встречаешь человека с которым тебе хорошо и вступаешь в отношении ровно в тот момент когда тебе они не нужны на тебе отношения потому что прикольный сразу вау как она себя любит буду и я ее любит то что когда ты с интересной самодостаточной с чем ты занимаешься постоянно развиваешься конечно у тебя намного больше людей вокруг которые захотят с тобой строить какие-то отношения потому что ты интересен поэтому девчонки не зацикливайтесь на этих отношениях зацикливайтесь на любви к себе и любовь извне она обязательно придет но это чисто мое мнение я познакомилась однажды с девушкой в тиндере и когда я пришел на сцену то есть мы договорились встретиться в заведении и я захожу в заведении и не вижу ни одной одинокой девушки я набираю мысляемся она поворачиваться и маш но она сидит с молодым человеком я думаю может быть подсела человек какой-то пока что подхожу нет оказывается что они уже пара но я такой нужны тип я вася и все такое ну и в общем и слово за слово мы в общем поехали к ним домой и так и прикол в том что девушка жила в москве а парень он вообще из питера ну то есть они как бы живут на два разных города они прикольные правда ребята то есть я с парнем только один раз по сути общался вот девушкой больше ну и мы встречали с этой девушкой несколько раз уже без парня то что он в питере но он как бы был в курсе и мы ну типа ему это вполне себе нравилось и она даже созванивалась с ним во время ладно интересно да и я к чему просто я рассказывал про то что я встречался с девушкой у которой есть парень и вот мне кажется это странный непонятный может быть многим формат отношений но мне кажется насколько он более честный так подожди давай вернемся расскажи ты пришел туда сел за столик значит вы втроем и как как строился диалог меня удивила эта ситуация когда его и сел но я не буду там знаешь каком-то супер супер шоке на я в принципе с первых секунд понял типа чем дело по ну и нормальную ну типа я не против любых вообще экспериментов мне кажется это прикольно и и здорово мы в прошлом выпуске с димой масленьком обсуждали уже тему любви на троих она там была же м же а у тебя получается м же м и а дима сравнил вот когда двое мужчин и одна девушка что это как очередь в жкх потому что мужчины если они не являются бисексуалами не могут с друг другом взаимодействовать в отличие от того когда один мужчина и две женщины может периодически с ними в двумя взаимодействовать и девушки между собой тоже могут взаимодействовать как это было у тебя ну во первых не совсем согласен с димой маслениковым в этом плане потому что даже чисто математически физиологически женщина может быть полезные приятно одновременно нескольким одновременно нескольким мужчинам получать это настолько не ненасытная была девушка из тиндера что ей нужно было два мужчины ну не только ей видимо и этой паре прикольно было да интересно прикольно но наверное же м же мне тоже больше конечно нравится потому что ты там чувствуешь себя особенным востребованным даже не только сексуальности когда психосексуальности сексуальности возбуждаешься ты больше в голове конечно конечно когда рядом с тобой две красивые девушки тебе ты чувствуешь себя супер круто и более того конечно даже вот эти последующие встречи со звонами но это прикольно странно да типа необычно хочется тебе сказать я такого не знаю я такого не видел но представим голове сексический опыт интересный обыта за вами наблюдает незнакомец в данном случае типа слушает кто-то 3 это прикольно мне кажется это классно мне есть еще такой момент знаешь типа извращение то что принято называть это творческий взгляд на секс потому что вот этот например парень девушки с которой ты занимаешься сексом знает об этом и разговаривает с ней по телефону в этот момент и это всех возбуждает это странно это необычно но это креативно не но тут не подкопаешься реально креативно из лавчил стык из лавчился меня однажды подарили в подарок у меня тоже арабскому шейху нет короче было мероприятие и мы там гуляли тусили и там была девчонка вот это из той серии когда просто хочется классного продолжения вечера не то что прямо очень нравится такой да и это году ну поеду с ним уберем такси им и ничего то мы едем такси я там как-то она такая нет не надо забей и такую типа нахер я поехал он едем мы приезжаем к ней я думаю классно типа просто мы короче приходим разуваемся и она кричит в коридор я тебе подарок привезла и тут выходит реально классно прям очень красивая девчонка и она такая вася представляешь я такой она тебя знала получается она меня знала я и ну я ее видел но не был еще знаком и я такой прикольно очень здорово еще немного потом раз ты был классный подарком да я бы лучше подарок ты был лучше чем сертификат и был книгой короче прикинь так прикольно я думал что все облом а там и тебя вообще не заделась подарок подари нет это было замечательно пожалуйста дарите дарите васю дальше пожалуйста пишите в комментариях кто хочет подарок у меня было по-другому меня была вообще какая-то супер лютая жесть потому что я общалась девчонкой она встречалась с парнем и мы периодически встречались и гуляли втроем это была ситуация такая что девочка очень обеспеченная и мальчик очень обеспеченный а я бы такая подруга нищебродка и они меня очень часто угощали в кафе а там потому что не ходили в кит дорогие очень кафе мне конечно не было на это денег но очень долго как-то тусили вместе гуляя нами дарил какие-то подарочки периодически ну просто знак внимания я думаю что она просто дарила те подарки которые ей не понравились у нас скорее всего потому что меня случается день рождения молодого человека а мы ее молодой человек периодически со мной общался там переписывался по смс к ну как бы там в дружеской форме и значит тебе мой член друг дружище замечательный самый лучший чувство друзья то есть и значит наступать за рождение этого молодого человека мои подруги мы встречаемся в караоке закрытые какие-то комнаты и она сняла типа две комнаты потому что народу много и значит в какой-то момент все уже выпили достаточно хорошо и она заводит меня в комнату с ним и уходит и что-то я такая сажусь и он начинает ко мне приставать игры ты что делаешь алё добрый вечер ты парень моей подруги ты чё грида не грит не против все нормально и такая чего заходит и говорит не горит поль все нормально я знаю что что ты ему нравишься я не прочь что типа на день рождения что ты вообще никто не спрашивал понимаешь в этом и приколы мнение папой все нормально типа я знаю что она ему такая чтобы и она зашла презерватива принесла в я просто в полном ахере он начинает ко мне лезть я вот так это двигаю говорю ты как вообще нормальный человек я говорю я вам чё тут типа подарок подожди я даже не побрилась и весь прикол короче в том что я вот этот все говорю он ко мне продолжает приставать я говорю алё остынь я пытаюсь открыть дверь а там двери закрывались и она закрыла двери с той стороны я пытаюсь выйти все вы стать они поняли уже что подарок вышел из-под контроля подарок не только лохматый но и буйный возврат среза не потребовали конечно же и значит они открыли дверь и говорю ребят давайте до свидания все я не помню чем там закончилась шучу нет я уехала домой и весь прикол в том что она была довольно популярна в соцсети которые вели дневники тогда так она всю эту историю написала и вывела так что я клеилась к ее парню и я вообще полная тварь она дала ссылку на мой вот аккаунт в этой социальной сети и меня просто все хейтили я просто я сидела я это читала и я просто не могла понять вообще это как ребят поставьте лайк под видео чтобы полине было приятно чтобы она наконец-то отпустил эту ситуацию за подарки за хорошие подарки которые все ждут короче у меня был друг вот ну и есть друг он был долго в отношениях потом расстался и такой ушел в загул и мы как-то с ним встречаемся у него на районе в питере и сидим в баре он говорит блин я вот как расстался мне типа мне постоянно каждый день новой секс до новые телочки я с ними знакомлюсь вот в этом баре где мы сейчас сидим обычно и мы идем ко мне и там шпехин трехин и вот позавчера прикольно было ну блин это было конечно интересно я свяжу тут и тут такая милфа ну прямо милфа на такая строй но с сичками с жопы пацаны разговаривали сперма баки сперма баки беседу и вот и мы короче пошли занялись там сексом такими сикими все такое потом говорит блин не надо домой у меня просто тут ну трое детей и ушла и и она вот короче тут живет если что я такой смотрю и говорю он говорит так ты так а там имя из разряда типа супер редкая ну то есть не ошибешься вряд ли в каком-либо доме на комендантском проспекте живет две или более я понимаю что это просто одну подруга моей мамы который мы позавчера типа были дома и здесь мена была и я так обоссался там просто но потому что тут еще знаешь какой момент прикольный что чувак хвастается любовными похождения и естественно его любовные жертвы на его любовной охоте это сверхъестественные красотки из самых влажных вообще фантазий и он рассказывает ну типа просто порнофильм но он не знал что я знаю не на самом деле нормально нет она замечательно выглядит все такое но по-другому это воспринималось я в москве еще не живу просто в гостях там к веновской тусовкой все такое и знаешь такой термин как гей рада есть такая да теория что у гомосексуалов есть внутренняя функция когда они друг друга чувствует и мы тусуемся на квартире и ложимся спать но что так как все целомудренно чтобы никто ничего девочки с девочками а мальчики с мальчиками и я сплю и тут мне залезают рукой в штаны это может случайно чек так ворочать я ворочаюсь так чтобы вылезть из руки но видимо мои ворочания ну в темноте воспринимаются не как ворочание отрицания от как скорее бороться ворочине ну и рука проданули продолжает дальше ну и не умеет говорить нет я просто такой что-то об и и ушел на кухню и я не знаю как вернуться обратно потому что я не могу сказать типа ты чего или там ну и не знаю мне не хочется ты боишься обидеть человека я ему понравился я не хочу ну и я я короче сижу на кухне и сижу сижу тут выходит рука вместе с владельцем и походе не хочу не хочу не очень интересно это да девочка а мне даже сказать что я девочек люблю неудобно потому что ну типа я разочаровываю человек мягко-нежно говорим на типа нет и он такой праздник да прости он говорит у меня гей-радар и он никогда не ну не подняли я был уверен что ты гей может и реальный гей потому что не единственный случай когда вот гей-радар и подводили сбивали может я такой топор подком не потом вконтакте еще написал много разумных блин пожалуйста только можно это останется в секрете в этой компании а это типа школьная старая компания никто не знает что он что он гей но это прикольно что у тебя правда такой высокий уровень эмпатии что ты переживаешь никому и не сказал только тебе и вам спасибо большое этим миллиардом просмотром как говорится а теперь блиц три главных качества в девушке нежность с таким интонацией сколько вот я уже она должна любить секс на должна быть добрый и она должна быть умный не умная с которой можно поразмышлять фантазировать тогда три главных качества которые отталкивают в девушке не должна быть некрасивой мне не нравится стервозность мне не нравится мне не нравится глупость самое романтичное свидание которое ты делал для девушки мне кажется самое романтичное это я писал рэп на 14 февраля же не грешно потому что это безумно а картина твои помнишь наши первые свидания на литейном на девском на площади восстание внимание я сразу обратил на твои формы наша первая встреча как падение с партнером под колеса по имени страй замотать под тебя в ковер и украсть бедность она конечно провоцирует на романтику поэтому если вы хотите романтики встречайтесь со студентами за романтику топ-3 твоих крошек дрофеева мне очень нравится ирины шейх можно и серябкин и кишук можно в одну определитесь пожалуйста мужчину ванна кишук уже уехала давай серябкин не знаю можешь ты или нет она определить топ-3 крашей не кстати с парнем не как будто проще может реально гей радар не фальшивит суши но ваня усович наверное его стендап последний мне очень классно такой милый года два назад бы ты спросила скобу фараон не задумываясь но сейчас уже конечно нет давай кирилл бледный все равно он не нравится хотя тоже год ничего не делал прикольного ну и галик партиросян интересные вкусы не на он крутой ребят спасибо большое что посмотрели тут выблев ребята на этом все спасибо большое что были с нами я очень надеюсь что вам понравился этот выпуск поэтому если понравилось ставьте обязательно ваши лайки также пишите ваши истории по нашим темам также подписывайтесь на канал потому что это самая главная ваша поддержка также подписывайтесь на наши инстаграм чики ссылки в описании а еще обязательно посмотрите на канале женя давай наше новое шоу жене грешкин и рекламное агентство фортуны это прикольно смешной отдавать обязательно поддержим ребят я больше чем верен что там будет просто супер класс поэтому ссылочки в описании подписывайтесь смотрите наслаждайтесь и Ребята, как всегда, для вас была Полина Трубенкова, Вася Шакулин и шоу «Не бабские истории», где мы такие честные и откровенные. Все, пока!